Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я Степанова Татьяна Николаевна, воспитатель 11-го корпуса школы номер 14-20. А о чём мы будем сегодня говорить, вы узнаете, отгадав мою загадку. Слушайте внимательно! Наши лучшие друзья, нам без них никак нельзя. Ночи сон наш охраняет, с нами целый день играют куклы, кубики, зверёшки. Догадались? Да, игрушки! Посмотрите, как много игрушек на моём столе, и они все разные. Игрушки бывают разных цветов, разного размера. Есть большие игрушки, а есть маленькие. А ещё игрушки бывают мягкие и твёрдые. Давайте сравним эту сову и эту матрёшку. Сначала я возьму в руки сову и постараюсь её сжать. Сжимается сова очень легко, потому что мягкая. Теперь возьму в руки матрёшку и постараюсь её сжать. Ничего не получается. Не сжимается матрёшка, потому что твёрдая. Теперь совой постучу по столу. Звук почти не слышный. А теперь постучу матрёшкой. Звук громкий. Давайте посмотрим, что произойдёт с совой и матрёшкой, если их опустить в воду. Сначала в воду опускаю сову. Сова вся промокла насквозь. Ну, какая мокрая стала наша сова, потому что она мягкая. Теперь опущу в воду матрёшку. Матрёшка совсем не промокла, потому что она твёрдая. Ребята, мне немного жаль нашу сову. Она промокла насквозь. Надо бы её посушить. Отнесу её сушиться. А пока сова будет сохнуть, давайте поиграем. Для нашей игры я приготовила две коробки. Большую и маленькую. В большую коробку мы будем складывать большие игрушки, а в маленькую – маленькие. Собака и собачка. Большая собака отправляется в большую коробку, а маленькая собачка – в маленькую. Ёж и ёжик. Ёж в большую коробку, ёжик в маленькую. Неваляшка, неваляшка отправляется в большую коробку, а неваляшка – правильно, в маленькую. Молодцы! Заяц, зайчик. Зайчик в маленькую коробку, а заяц – в большую. Белка и белочка. Белочка в маленькую коробку, а белка – в большую. Мяч и мячик. Большой мяч катится в большую коробку, а маленький мячик – в маленькую коробочку. Матрёшка и матрёшечка. Матрёшечка отправляется в маленькую коробочку, а матрёшка – в большую. Лиса и лисичка. Куда отправим лисичку? Конечно, в маленькую коробочку, а лису – в большую. Кукла и куколка. Куколка отправляется в маленькую коробочку, а кукла – в большую. Так, машина и машинка. Машинка поедет в маленькую коробочку, а машина отправляется в большую. Молодцы! Все игрушки разложили правильно. В такую игру можно играть дома с мамами и папами. Наша мягкая игрушка-сова высохла, а наша встреча подошла к концу. Сегодня мы с вами говорили об игрушках. Мы узнали, что игрушки бывают мягкие и твёрдые. Мы узнали, что мягкую игрушку легко сжать в руках, что если мягкой игрушкой постучать по столу, звук будет тихий-тихий. А ещё мы узнали, что мягкая игрушка промокает в воде. А вот твёрдую игрушку сжать невозможно. Если твёрдой игрушкой постучать по столу, то звук получается звонкий и громкий. И твёрдая игрушка в воде совсем не макает. А ещё мы сегодня закрепили, что игрушки бывают разных размеров, большие и маленькие. Дорогие ребята, я знаю, что дома у вас тоже есть игрушки, и они все разные. Берегите их и играйте в интересные игры. А я вам говорю, до свидания, до новых встреч.